Годовщина события, разрушившего десятки тысяч жизней. 26 апреля 1986 произошла авария на Чернобыльской АЭС. Крупнейшая техногенная катастрофа в мире. В память о погибших и пострадавших в Иванове возложили цветы. Мы сегодня вспоминаем прежде Чернобыльскую катастрофу. Мы вспоминаем людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы защитить многие-многие миллионы жизней других. И второе, мы должны помнить этих людей и они должны ощущать нашу память. В ликвидации последствий катастрофы приняли участие более двух тысяч ивановцев. Варианта отказаться и не поехать у военных и медиков не было. Родина сказала, надо. Пустые улицы до сих пор остаются в памяти свидетелей тех событий. Если вот, грубо говоря, показать войну, Великой Отечественной войне, то есть пустые деревни, все, то же самое там. То есть только одни сначала, первое время были и кошки, и собаки, которые там, и домашние животные в деревнях. А потом их всех оценили. То есть, ну, начали собаки кусать и так далее. Их по им оценили. Те, кому пришлось бороться с последствиями взрыва, получили дозу облучения. Радиация «Тихий убийца» действует отсроченно, постепенно отнимая здоровье. В области сейчас вот насчитывается где-то, так вот, со связью чернобыльцев где-то порядка 130 человек, инвалидов. А без связи где-то порядка 900 человек. Всего осталось, ну, практически каждый второй это инвалид уже стал. События тех лет – страшный урок для будущих поколений. Пример того, что атом перестает быть мирным, если допустить ошибку в обращении с ним. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.